Обходить или не обходить, вот в чем вопрос. И адресован он к этой пешеходной дорожке. Люди говорят, она, конечно, может спасти от грязи, но также может и стать причиной вреда здоровью, потому что здесь все буквально разваливается на глазах. Жители ближайших дворов ежедневно ходят по этой тропинке к остановке, причем преимущественно это пожилые люди. Для них такой путь, как они сами отмечают, далеко не безопасен. Уже был случай, когда одна женщина оступилась и получила травму, рассказывают местные. Бабушка ногу подвернула, а потом две недели не могла ходить. Идут и запинаются все вот здесь. Я за людей беспокоюсь. И хочу, чтобы у нас было все хорошо здесь. Дом красивый, а дорожка, видите, какая. Страшно, что это уже идешь аккуратно каждый день на дачу или с дачи уже, поэтому уже спасибо, пусть внимание уделят нам. И такое оставил после себя подрядчик, который выполнял капитальный ремонт одного из домов неподалеку. Второй раз. В прошлом году его работу не приняли. С приемкой возникли проблемы и в этом. После себя строители оставили мусор, а также тяжелой техникой разрушили эту пешеходную дорожку. И если мусор здесь все-таки был убран, то тротуар остался разваливаться дальше. В региональном фонде капитального ремонта заверили, что все проблемы на территории обязательно будут устранены согласно договору. Подрядчик обязан не только убрать за собой мусор после окончания работ, но в том числе восстановить весь ландшафт, если он был нарушен во время проведения капитального ремонта. Он практически всегда нарушается, потому что вокруг домов, как правило, наших нет места для того, чтобы складировать стройматериалы или подъезжать транспорту. Поэтому этот пункт в договоре всегда обязательно учитывается. Строительная организация обязана все восстановить, но на это потребуется время. Сейчас рабочие подрядчика задействованы на других объектах, которые планируют сдать в течение сентября. В том числе и дом с его территорией на Красноярской 4.